Что плохого в разводе? Непозволительно человеку разводиться женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему, то есть поэтому, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прилеподеяние и женится на другой, тот прилеподействует. И женившийся на разведенной прилеподействует. Дело не в разводе, а дело в самой сути брака. Вы понимаете, люди сегодня вступают в брак уже, по сути, чуть ли не разведенные. То есть одно дело, когда муж хочет познать свою жену, как мы об этом читаем в Библии. Предположим, Адам познал Еву, Авраам познал Сарру. То есть когда для Авраама жизнь Сары становится его жизнью, а Сара познает Авраама. Одно дело так, а другое дело, когда я вступаю в брак с мыслью, что вот я вот сейчас женюсь, а жена мне будет служить. А жена также вступает в брак, думая, что вот муж мне будет служить. То есть сами служить не хотят, а хотят, чтобы только им служили. В этом случае познание не происходит. По сути, как бы вроде семья есть, ну, можно сказать так, юридически, фактически. Но в реальности ее, получается, и нету. Соответственно, это уже вопрос времени, когда люди захотят развестись. По той причине, что любовь, как сказал апостол Павел, не ищет своего. А мы понимаем, что в основе брака лежит любовь. Поэтому Христос, он говорит, по жестокосердию вашему, Моисей позволил вам разводиться с женами. Мы знаем, что евреи настолько иногда были жестоки, что не любили своих жен, что даже хотели их убивать. И в этом плане, выбирая из двух зол меньше, Моисей разрешил им отпускать, давать, так скажем, разводное письмо, и отпускать их на все четыре стороны. Ну, это будет лучше, чем если просто они погибнут. Но так не было изначально, говорит Христос Спаситель. И мы знаем, что в Новом Завете брак совершенно по другим принципам действует. Муж должен любить свою жену, как Христос любит церковь, а жена повинуется мужу, как церковь повинуется Христу. Но не нужно ждать от мужа, который крещен, но не воцерковлен, что он будет любить жену, как Христос возлюбил церковь. Когда мы говорим про христианский брак, то речь идет о двух христианах, о воцерковленных людях, а не просто о крещеных. Поэтому развод – это поражение. Это в любом случае поражение и для мужа, и для жены. Просто выбирая из двух зол меньшего, церковь иногда позволяет совершить развод, а иногда, бывает, даже рекомендует, если правда там есть угроза жизни, там, женщине, там, или ребенку и так далее. Но это поражение. Поэтому, если вы спрашиваете, что плохого в разводе, в принципе, можно спросить, что плохого в поражении. Все плохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok